Крошка Крошка Хочу сегодня с вами поговорить, как правильно и безопасно наряжать елку новогоднюю. Скажите, какой праздник скоро у нас? Новый год! И ни один Новый год не обходится без праздничной... Елки! Правильно, елки. Елена Алексеевна задала детям непростую задачу. Она принесла две коробки. В одной лежала наша знакомая хорошо, а в другой плохо. Ну что, спросила Елена Алексеевна, вату положим на елку? Она как снег. Положим на веточки елки. Красиво? Да. А можно так делать? Да. Можно? Все-таки можно или нельзя? Можно. А еще детям было предложено украсить елку свечами. Чтобы все у нас сверкало, я поставлю свечку. Нельзя, правильно, нельзя украшать елку свечками. Почему? Потому что это... А если она накривлилась, то она сгорит, елка. А эти фонарики дети сделали сами на уроках развивающего труда. Вот специалист из отдела надзорной деятельности предложила ребятам украсить ими новогоднюю елку. Так, поставите на фонарики, и она может вообще сдавиться. Правильно, потому что они сделаны из бумаги. И легко восстанавливающиеся. Правильно, молодцы. Дорогие взрослые, не покупайте для елки дешевые китайские гирлянды. Они рассыпаются и замыкают. А елка сама по себе элемент очень горючий и пожароопасный. А современные елочные игрушки украшения также хорошо вспыхивают. По пожарным правилам елка не должна касаться потолка. Ветви не должны доставать до стен портьера или других предметов интерьера. Нельзя ставить елку вблизи каминов, отопильных приборов и обогревателей. Правила безопасного поведения в любых ситуациях прививаются лучше всего с детского возраста. И начинать обучать детей лучше с самого раннего возраста. Учить, как правильно себя вести в различных ситуациях, как соблюдать правила пожарной безопасности в преддверии новогодних праздников. Необходимо довести до детей, как наряжать елку, как себя вести во время новогодних праздников около елки. Елочных игрушек и украшений сегодня очень много, поэтому глаза разбегаются от выбора. Сегодня дети выбрали самые безопасные украшения, которые не горят. Ими они украсили новогоднюю елку. Теперь малыши знают, что такое хорошо и что такое плохо. Уважаемые взрослые, и вы тоже помните об этом. Сделайте новогоднюю елку безопасной. До свидания! Что такое плохо и что такое хорошо.